Управляющая компания вообще никаких мер не принимает. Понимаете, она вообще бездействует. В общем, за свой счет все. Это жители двухэтажной деревяшки на Калинино-17. В начале апреля их дом начал сходить со свай. Люди побежали в свою управляющую компанию. И выяснилось, что в программу капремонта они попадают лишь в 1938 году. А до этого все переделки за счет собственников. Была озвучена цифра в 600 тысяч, которые мы же тоже должны заплатить из своих денег. И они нам поставят временные городки. Затем эта сумма утроилась. И тогда временные городки люди поставили своими силами. При этом уложились в 200 тысяч рублей. Тут бы выдохнуть. Но произошло непредвиденное. Обслуживающая организация, называется она, кстати, ДЭКОМ-2, потребовала от жильцов убрать самодельную конструкцию. Коммунальщики посчитали, что временные опоры жители установили без должной квалификации. И теперь дом в любой момент может рухнуть. Откуда такая уверенность? Проводилось ли обследование дома и городков, мы хотели расспросить у руководителя управляшки Олега Деснева. Но в первый день он оказался на обеде. Здравствуйте. Здравствуйте. А на следующий наша группа и вовсе наткнулась на закрытые двери. А вот другой дом, улица Дружбы 6, он также на обслуживании ДЭКОМ-2. Строение сходит со свай и уже укреплено временными городками. Жильцы написали заявление в департамент городского хозяйства о переносе даты капремонта с 1938 года на более ранний срок. К сожалению, нам сказали, что пересматриваются такие заявления раз в год в декабре текущего года. И возможно, нас перенесут на ближайшие 5-10 лет на капремонт свайного основания. Но мы элементарно на городках, которые даже сейчас у нас стоят, мы не доживем. Будет паводок, мы уплывем тут вместе с ними. Остается оплачивать ремонт фундамента из своего кармана. А это не меньше 100 тысяч рублей с каждой семьи. Но если бы такие деньги у них были, люди, скорее всего, давно перебрались бы в другое жилье. Мы объявляем голодовку. Просто в прямом смысле. Закроемся дома и будем голодать. Так что же делать? Алгоритм действий руководитель фонда капремонта Александр Бараев видит во взаимодействии жильцов со своими управляющими организациями и представителями власти. В первую очередь, совместно с организациями, которые занимаются управлением на квартирном доме, выявлять такие ситуации, что действительно есть угроза схода дома со свай. Если такая угроза есть, совместно предпринимать мероприятия по временному закреплению элементов на квартирном доме. Дальше уже можно отрабатывать совместно с органами местного самоуправления и нами принимать решение о возможности участия фонда капитального ремонта в решении вопросов по на квартирному дому. Но этот путь наши герои уже прошли, и он оказался тупиковым. Артемий Заварзин, Михаил Меньшинин, Екатерина Исакова, Денис Линчевский. Семь дней в регионе.